Здравствуйте, в эфире программа «Скажите, доктор». С вами я, Эвелина Закамская. Сегодня мы говорим о гепатите D или гепатите дельта. Как происходит заражение этим видом гепатита? Могут ли татуировки повысить риск инфицирования? Как не допустить хронического развития заболевания? Об этом и не только. Мы сегодня беседуем с главным внештатным специалистом-гепатологом Министерства здравоохранения Московской области. Павлом Богомоловым. Павел Олегович, я вас приветствую. Спасибо, что пришли в нашу студию. Павел Олегович, среди многообразия гепатитов А, Б, С есть гепатит D, гепатит дельта, который занимает совершенно особое место. Называют его гепатитом-союзником, гепатитом-сателлитом, поскольку он сопровождает гепатит B. Расскажите, многие ли о нем знают, как его диагностировать и насколько он опасен? Невероятная по актуальности тема, она еще и совпадает с недавно отмеченным 45-летием со дня открытия этого вируса. Великолепный Марио Рецетто своими работами в Италии и Великобритании позволил открыть новый, совершенно удивительный по своим особенностям вид вирусного гепатита. Да, гепатит дельта не зря называют сателлитом или спутником вируса гепатита B, потому что он самостоятельно жить не может. Он живет только вместе с гепатитом B. Почему мы говорим об этом гепатите? Помимо того, что это отдельная болезнь, она еще и характеризуется крайне неблагоприятным течением. И именно это и послужило основанием для исследований почти 50 лет назад, когда выяснилось, казалось бы, обычный гепатит B, но почему-то у этих пациентов за 5-10 лет формируется цирроз печени, и они довольно быстро погибают. И вот именно это неблагоприятное течение в первую очередь оказалось связанным с этой уникальной, удивительной инфекцией, инфекцией, вызванной вирусом гепатита дельта. А вирус гепатита дельта появляется как осложнение вируса гепатита B, или какой-то части пациентов просто не везет пациентов, которые являются носителями вируса гепатита B? Вы абсолютно точно сформулировали. Действительно, это те, кому не повезло заразиться помимо гепатита B, еще и дополнительно гепатитом дельта. Чаще всего это заражение происходит много лет спустя, после того, как люди стали носителями или больными гепатитом B. Это так называемая суперинфекция. Вот это присоединение вируса дельта к имеющимся вирусу гепатита B и радикально ухудшает жизненный прогноз больных. Гепатит B – это один из гепатитов, который называют слепым убийцей? Или это ко всем гепатитам относится? Гепатита А. Ласковый убийца – это такая формулировка, которая в принципе отражает медленное, тихое течение болезни. И в этом плане гепатит дельта, скорее всего, не исключение, кроме того, что при гепатите C примерно 20 лет проходит до формирования цирроза, а при дельте это 5, максимум 10 лет. Но я не просто так уточнила и поставила акцент именно на гепатите B, поскольку человек может быть носителем этого вируса, какое-то время не знать о нем, а когда узнает, окажется, что у него и B, и дельта уже. К сожалению, вы сейчас подняли первую принципиальную проблему в изучении такого рода вопросов – это адекватный сбор информации. До недавнего времени не только в России, но и во всем мире не было системы сбора информации относительно инфекции, вызванной вирусом дельта. И по большому счету мы только предполагали, сколько таких больных. Да, мы знаем, есть эндемичные регионы с высокой заболеваемостью гепатитом дельта. Традиционно на постсоветском пространстве – это Молдавия, это Закавказье, это Якутия, Тыва, наши ближайшие соседи – это Монголия, это Пакистан, Индия, Румыния, в Европе – это юг Франции, Италии. В общем, мы примерно знали, что есть регионы с высокой заболеваемостью, с высоким риском заболеть гепатитом дельта. Сейчас в связи с миграцией, конечно же, таких пациентов стало больше везде. И именно, слава богу, в последнее время приняты достаточно четкие регламентирующие акты, позволяющие всех пациентов из групп риска, а это в первую очередь больные гепатитом B, обследовать на предмет инфекции, вызванной вирусом дельта. А предрасположенность к заболеваемости гепатитом дельта в этих регионах, она связана с тем, что там есть и какая-то предрасположенная к заболеваемости гепатитом B? Ух, у вас вопросы такие глобальные. Или нет? На самом деле, конечно же, есть генетические полиморфизмы, которые делают людей более восприимчивыми к тем или иным инфекциям. Это с одной стороны. Ну, а с другой стороны, мы понимаем, что да, в этом регионе высокая концентрация вирусных инфекций. Это связано с кровавыми обрядами, с определенными особенностями поведения, медицинскими, парамедицинскими манипуляциями. И там высок риск передачи имеющейся инфекции. С точки зрения эволюции, развития вируса, несомненно, это все уходит корнями в глубокое прошлое, как вот со Штефаном Урбаном, гениальным ученым, который приблизил нас к излечению от гепатита дельта, мы обсуждали происхождение вируса гепатита B. Более двух миллионов лет назад уже предшественник этого вируса был. Так и здесь. Да, есть регионы, где генетически детерминирована высокая заболеваемость. И мы сейчас вот примерно понимаем, что это за регионы, ну и самое главное, что нужно делать. А я вот к этому и веду, что нужно делать. Означает ли это, что нужно усилить диагностику в этих регионах? Диагностику гепатита B и, соответственно, гепатита дельта? И что для этого предпринимается? Ну, что-то вы прямо вот что ни скажете, мне приходится со всем соглашаться. На самом деле именно так. Так бывает. Да. На самом деле именно так. Первое, это мы все должны, мы это прекрасно понимаем, эффективность вакцинации от гепатита B, это не только защита от гепатита B, но и защита от гепатита дельта. Слава богу, с начала 2000-х годов у нас уже эта вакцинация внесена в национальный календарь. И в том числе с этим связано радикальное снижение заболеваемости и гепатитом B, и гепатитом дельта. Следующий момент – это вакцинация взрослого населения. И тут вы правы, нужно активнее обследовать людей, активнее диагностировать. Для этого скрининг и диагностика. Скрининговые тесты очень простые, они наконец-то прописаны в рекомендациях. Диагностика тоже достаточно простая, может быть, везде реализована, она также прописана теперь уже в клинических рекомендациях. Давайте расскажем пациентам, при каких обстоятельствах он должен заподозрить у себя это заболевание, или как минимум не заподозрить, но просто пойти провериться, проверить печень. Я бы, знаете, вот мы в области, в Московской области, мы пришли к тому, что всем пациентам, которые к нам обращаются по поводу тех или иных заболеваний печени, при исключении инфекции, вызванной вирусом гепатита B и дельта, мы рекомендуем вакцинацию от гепатита B. Мы рекомендуем вакцинацию от гепатита B всем родственникам, членам семьи инфицированных гепатитом B или дельта. То есть первая задача – это максимально широкое распространение вакцинации. Вторая задача, вы абсолютно правы, – это скрининг у тех людей, которые себя чувствуют здоровыми, у которых нет никаких признаков болезней. И здесь мы понимаем, что те, кто когда-то обращался за медицинской помощью, делал татуировки, пирсинг, имел незащищенный секс, я уж не говорю про переливание крови или компонентов крови, конечно же, должны обследоваться не только на гепатит C, но и на гепатит B. И если, не дай бог, тест на гепатит B у них положительный, им нужно обследоваться еще и на дельту. Это первая часть. Мы по итогам обсуждения этим летом подходим к тому, чтобы внести тестирование на гепатиты B и C в диспансеризацию взрослого населения. Это, конечно, будет революционный шаг, который позволит за несколько лет получить объективную статистику по заболеваемости в России. Пока этого не случилось, конечно же, повторюсь, при тех факторах риска и пациент, и врач должны рекомендовать обследование на гепатиты нашим соотечественникам. Но та группа риска, те группы риска, которые вы назвали, это практически мы все. Как должно пройти обследование? Что это за процедура? Я вам сейчас пример приведу. Мы опять-таки в Подмосковье скрининг на гепатит C делаем слюнными тестами. По слюне за 15-20 минут получаем ответ, есть антитела гепатиту C или нет, и после этого направляем пациента на дообследование. В среднем распространенность антител гепатиту C в Подмосковье около 1% взрослого населения. Это довольно много. Но мы взяли и решили проверить с коллегами из Федеральной службы исполнения наказаний заключенных подмосковных колоний на предмет гепатита C. 38%. В 38 раз чаще. Почему? Потому что там либо татуировки, либо пирсинг, либо наркотики, либо незащищенный секс. Это я говорю об актуальности. Насколько таких пациентов может быть много? И эти люди очень часто не знают о своем заболевании. И их родственники. И их родственники. А, кстати, как он передается, гепатит B, гепатит C и дельта? Хронические гепатиты B, C и дельта передаются через кровь. Кровь биологические жидкости. Поэтому все манипуляции, связанные с повреждением кожных покровов, нарушением целостности кожных покровов, это, конечно же, условный звоночек с точки зрения риска заражения инфекционными гепатитами. А тесты на гепатит B и дельта – это кровь? Да. Это очень дешевые, очень чувствительные тесты, которые можно и нужно назначать в обычной поликлинике. Если пациент приходит в поликлинику для рядового обследования и видит какие-то изменения в печени, они совершенно не обязательно связаны с циррозом и совершенно не обязательно к нему ведут, но, тем не менее, они начинают с уплотнения в печени, появление кист и так далее. Я бы не ставил во главу угла появление каких-то жалоб или отклонений. Ну, вдруг заметил. Я почему уточняю? Потому что пациент может увидеть эти изменения в печени, врач может увидеть, но не назначить. Это неправильно. Любое отклонение тестов от нормы – это основание для поиска причин этих отклонений. И довольно распространённый, не самый частый, надо быть честным, вирусных гепатитов от 1 до 2,5% популяции взрослого населения. То есть это не все люди с татуировками, да? Далеко не все. Алкогольные болезни в печени – 21%. Алкогольные болезни, то есть связанные с злоупотреблением алкоголем. А жировые ещё больше? А жировой – под 30%. То есть понятно, что причины могут быть другими, но в случае с вирусными гепатитами у нас абсолютно блестящая диагностика и великолепные возможности для лечения. Какие-то специальные симптомы, особенные? Знаете как, повышенная слабость и утомляемость – настолько неспецифичные симптомы. Но я полагаю, что из нас двоих как минимум один человек к концу дня подобные жалобы предъявляет. Поэтому исходим из того, что жалоб при болезнях печени нет. Если уж появляется дискомфорт в правом подреберье, не дай бог желтизна глаз, потемнение мочи или обесцвечивание кала, это уже такая мини-катастрофа, и надо уже бежать за медицинской помощью. Это не ранняя диагностика точно. Что можно сказать о лечении и его перспективах? Ну, мы сегодня с вами так коротко про гепатит С сказали, чтобы точку жирную поставить. Мы в Московской области много и давно этих пациентов диагностируем и лечим. Лечим несколько тысяч пациентов в год. И в принципе, я предполагаю, что к 30-му году, как и положено в рамках резолюции Всемирной организации здравоохранения, мы достигнем элиминации гепатита С в Подмосковье. Здесь все очень просто. Лечение 8-12 недель. Эффективность этой терапии порядка 97-100%. В общем, с гепатитом С все проще. Нет, сейчас уточню. А лекарств достаточно сегодня? Насколько импортозависимо лечение гепатита С? Это такая достаточно чувствительная тема. Я уверен, примерно в течение полутора лет у нас будет практически полное импортозамещение. С одной стороны, мы сейчас участвуем в клинических исследованиях эффективности и безопасности отечественных схем противовирусной терапии. С другой стороны, ограничений по поставкам импортных противовирусных препаратов у нас нет. Я просто говорю, это в том числе и потому, что со следующего года лечение гепатита С включено в систему обязательного медицинского страхования и должно предоставляться пациентам бесплатно. Поэтому здесь важно, чтобы оно предоставлялось, а не предоставляется бесплатно, потому что его все равно нет. Ну, я понимаю ваши опасения. В общем, многие переживают, не изменятся ли возможности наши в связи с происходящими событиями. Да, со следующего года тот подход, который мы в течение многих лет исповедовали, станет тотальным повсеместным для России. Национальный план элиминации гепатита С по предложению премьер-министра разослан во все субъекты федерации. Мы знаем, что да, основная тяжесть, в кавычках, в части касающейся лечения будет в рамках системы ОМС. Система ОМС с этим справится, я не сомневаюсь, в том числе и с лекарственным обеспечением. А через год-полтора у нас будут абсолютно дублирующие иностранные схемы противовирусной терапии, но отечественного производства. На сегодняшний день перебоев с лечением для текущих пациентов тоже нет? Нет никаких перебоев. У нас все запланировано на год вперед. Я знаю, в общем, с этим проблем нет. Есть только, может быть, проблема ожидания пациента. Хотелось бы всем лечиться здесь и сейчас, а тут надо некоторое время подождать. Но хочу уверить, в Московской области все пациенты, которых мы верифицировали, а мы много обследуем, мы много диагностируем, они все получат лечение в ближайшие месяцы. А если гепатит B и дельта, насколько там с лечением все? С гепатитом B, с одной стороны, все очень просто. Есть очень эффективные, безопасные, производимые в России препараты, которые требуют пожизненного приема. Эти лекарства позволяют прервать размножение вируса и обратить вспять болезнь печени. Но гепатит B, как ДНК-инфекция, на сегодняшний день не излечим. Поэтому лечение пожизненное. Мы готовимся вместе с мировым медицинским сообществом к исследованиям генетической терапии гепатита B. Это очень интересная тема, поскольку ДНК-В, ДНК-вируса гепатита B, встраивается в геном человека. И в этом его отличие от вируса гепатита А и С. И Дельта. Это потрясающая, конечно, схема интеграции своего генетического материала в геном хозяина. И, конечно, такие исследования завораживают своими перспективами. Если можно будет редактировать геном человека и убирать оттуда вирусную ДНК, это прям Евгеника. Мы ускорим свое движение по пути к идеальному человеку. С Дельтой чуточку иначе. Долгие годы это была абсолютно бесперспективная история. Мы и даже статистику особенно не собирали, потому что помочь этому пациенту можно было только трансплантацией печени. Все существующие схемы лечения давали 7-8, максимум 10% эффективности. И только благодаря потрясающим исследованиям Штефана Урбана, который вместе с коллегами обнаружил особый способ проникновения вируса в клетку, ну и, соответственно, синтезировал специальную молекулу, блокирующую этот вход, с одной стороны. С другой стороны, нашим исследованием этой молекулы при гепатите Дельта вот буквально за последние 8 лет эта тема приобрела совершенно другое звучание в мире. Первая публикация наша была в Journal of Hypothology в 2014 году, и она имела эффект разорвавшейся бомбы. Никто не мог поверить, что русские вместе с немцами в этой коллаборации что-то дельное предложили. И годы исследований подтвердили наш подход. На сегодняшний день эта терапия зарегистрирована по всему миру. Она является первой и единственной в лечении этих больных. Ну и то, что мы с вами обсуждали, эти результаты исследований. Да, терапия была зарегистрирована до завершения клинических исследований. Настолько феноменальный был результат промежуточный. А на сколько? Что произошло с добровольцами? Две трети пациентов, которым назначена была эта терапия, продемонстрировали резкое снижение количества вируса. К году терапии почти у всех пациентов был достигнут вирусологический ответ. То есть, если до этого, что бы мы ни назначали, сохранялась вирусная нагрузка и болезнь прогрессировала, то сейчас мы показали, что через год и два года терапии практически у всех пациентов снижается вирусная нагрузка, снижается активность заболевания. А по данным биопсии повторным происходит обратное развитие гепатита. Это можно охарактеризовать как ремиссию, как стойкую ремиссию, или это облегчение течения заболеваний? Вот что это? Ещё рано. Ещё рано. Это редкий случай, когда мы, не дожидаясь окончательных результатов, получили одобрение мирового профессионального сообщества, и эта терапия уже назначается. А о чём вы написали в Ланцессе сейчас? Как раз о том, что эта терапия в течение 48, 96 и 144 недель точно приводит к достижению всех целевых показателей. У нас остался один вопрос без ответа. Можем ли мы излечить людей определённым курсом терапии? То есть взять и закончить терапию, зная, что пациент излечится, как с гепатитом С, или здесь будет как с гепатитом В, потребность в постоянной терапии. Мы этого ещё не знаем. Но те данные, которые мы уже предъявили мировому сообществу, они завораживают. Цирроз печени при дельте, ранний цирроз печени, обратим. Представляете? А пациент всё-таки лечится от двух гепатитов одновременно? Или когда приходит дельта, то гепатит В уходит в пациент? Слушайте, вы прям как будто с конференции. Действительно, это очень жаркая дискуссия. Долгие годы говорили, это гепатит В с дельта-агентом. И назначали терапию как при гепатите В и дельта. Сейчас мы понимаем, что гепатит Дельта – это другая болезнь. При гепатите Дельта почти всегда подавляется репликация размножения вируса В. И его особенно лечить не надо. Цель – это лечение гепатита Дельта. И мы как раз и фиксируем то, что те пациенты, которые отвечают на терапию, вот эту новую нашу терапию, они демонстрируют положительные сдвиги по всем болезням. Но в первую очередь по Дельте. Хорошо, перспективы описали. То есть гепатит Дельта в перспективе может быть излечим. Насколько далекая эта перспектива и в чем она будет выражаться? В таблетках, в инъекциях, в курсе лечения? На сегодняшний день это, к сожалению, ежедневная, но подкожная инъекция в течение 96-144 недель. У нас два рукава исследования. И мы пытаемся оценить, какова вероятность достижения устойчивого вирусологического ответа из лечения через 96 или через 144 недели. И каковы факторы, которые на это могут повлиять. Поэтому мы сейчас в процессе. Долгие годы это исследование, по сути, проводилось только в России и в парочке клиник Европы, и в Италии одна, и в Германии. Сейчас это большой консорциум. После того, как наши результаты были доложены, интерес к этой теме резко увеличился. И сейчас и в Швеции, и в Германии, и в Италии, и в Америке проводятся эти исследования. И мы на этапе сбора данных и их анализа. Я очень надеюсь, определенный подход, который мы предложили, комбинированная терапия гепатита Дельта у некоторых пациентов, позволяет рассчитывать на излечение от гепатита Дельта вопрос исключительно в продолжительности терапии. Сколько у вас сейчас пациентов проходит лечение? Около 500 пациентов во всех центрах, если посчитать. Пациенты, которые, посмотрев нашу программу, пойдут и пройдут исследования на вирус гепатита В, вирус гепатита Дельта, и получат неутешительный результат. Они могут стать участниками клинических исследований? На что они могут сегодня рассчитывать и претендовать в качестве лечения? Есть две опции. Первая опция. В принципе, в России подготовлены все документы, которые позволяют погрузить этот вид помощи, так же, как и при гепатите С и при гепатите В, в рамки базовой программы ОМС. И я очень надеюсь, нам ничего не помешает. Со следующего года этот вид помощи будет уже точно так же доступен, как и лечение гепатита С или В. Следовательно, если, не дай бог, этому пациенту придет такая печальная новость, спокойно идет в региональный гипотологический центр, и ему эту терапию со следующего года должны будут обеспечить уже в рамках ОМС. Кстати, в некоторых субъектах России это уже сделано. Если говорить о второй опции, это клинические исследования. И мы, несмотря ни на что, надо сказать, что профессиональное сообщество сохранило ясность, рассудка, и нас не выкинули, не исключили из мирового вот этого пространства. Мы участвуем в международных исследованиях, и у нас есть исследования по новым молекулам, в частности, таблетированным формам, у нас планируется генетическая терапия, это инъекция, одна или две или три, как раз для пациентов с гепатитом Дельта. Как журналист с большим политическим прошлым, хочу вам сказать, знаете, почему вас не исключили из клинических исследований? Это потому что тот случай, когда российские ученые делают успехи, и ваши достижения интересны вашим зарубежным коллегам. Ну что ж, надо этим пользоваться. Не раскрывайте только всех секретов. Спасибо. Мы должны обмениваться мнениями, опытом, знаниями. Только это гарантирует движение вперед на благо наших пациентов. Спасибо большое за этот интересный разговор, Павел Олегович. У нас в гостях был главный внештатный специалист-гипотолог Министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов. Спасибо за внимание. До свидания.